Добрый день, друзья! Я приветствую вас на канале Релакс. И сегодня мы с вами встречаемся в игре Дивизион 2 для того, чтобы продолжить наше путешествие по этой замечательной игре. Тем более, есть повод. А повод – это глобальное событие реанимации. Итак, читаем. В руки противника попала новая реанимационная технология – жилеты со встроенными дефиблираторами, которые возвращают убитых врагов к жизни, позволяя им снова вступать в бой. Замечательно. Предотвратить воскрешение можно только одним способом – разрушив мозг метким выстрелом в голову. Облако-брызг, образовавшееся в результате такого выстрела, лечит и усиливает соседних агентов, одновременно ослабляя всех обладателей дефиблираторов. Аккумулятор жилета хватает только на одну реанимацию. Если противника убить второй раз, он уже не встанет. Ну, мы имеем дело с зомби, которым воскресили, и мозг у которых остался. Ну, они полумертвецы. Понятно. Кроме того, из-за ограниченной мощности оживленные получают сравнительно небольшой запас здоровья. Будьте на чеку, враги готовят снова встать на ноги. Ну что, в принципе, все понятно и все просто. В этом глобальном событии нам дали очередной чит, и этот чит называется «Урон в голову». Я о нем как-то упоминал, и в принципе, как легко, весело и непринужденно выполнить это задание. Итак, смотрим, что нас интересует. В этом глобальном событии нас интересует «Урон в голову». Урон в голову, естественно, бафается при использовании стрелка. Эта специализация позволяет установить на снайперскую винтовку или на классическую винтовку модификации. А вот именно такую модификацию, как «Урон от выстрела в голову» на 45%. Естественно, там забирают 5% крита. Этот грабеж компенсируем, установив вот такую насадочку «Урон от крита». И надежный снайперский магазин, который 20% стабильности нам дает, он позволяет нам стрелять в голову. Эта сборка, она немножко необычная, потому что я использую здесь кобуру стрелка «Дош-Сити». Это, кстати, замечательная и недооцененная вещь, которую, ну вот, мало кто использует. Вот смотрите, пистолет обычно используется на каком-то небольшом расстоянии. То есть, если мы даже посмотрим, а у меня здесь стоит регул, вот, прокачанный там на 15 урона, то, глянув статистику по пистолету, вот смотрите, дальность пистолета 18 метров. И вот многие игроки, взяв регул в руки, начинают там бегать, стрелять, ругаться, почему регул там не работает или работает плохо или так далее, и так далее. На самом деле, не надо бегать с пистолетом за мобиками и стрелять в голову. Логика абсолютно простая. Надо использовать все оружие для того, чтобы получать, ну, удовольствие от игры. И поэтому, используя стрелка, я первое выбираю, видите, ФАМАС, который с акруатностью, и он позволяет, видите, восстанавливать 10% брони. И на ФАМАС я ставлю вот такие модификации, посмотрите. Стабильность, стабильность, вот, и урон в голову. Вы видите, да? То есть, я добиваюсь того, что стреляя из ФАМАСа, который резко уходит вверх, посмотрите, я стреляю в одну точку и контролирую отдачу. Ну, некоторые скажут, что там руками они контролируют, но ситуация такая, чем дальше вы стреляете, вот, допустим, расстояние, вот сейчас 20 метров, давайте поставим, видите? Вот, 20 метров, и уже контроль в голову без прицела, восьмикратного, уже крайне осложнен. Но, имея восьмикратный прицел, вы, видите, спокойно можете стрелять в голову на этом расстоянии. Это очень важно. Талант на бронежилета. Да, это серийный убийца. Да, идеальный охотник за головами. И он предназначен прежде... Для чего? Он предназначен, конечно же, для классической винтовки, которая, она опять с аккуратностью, потому что я восстанавливаю броню, и я хочу иметь отхил, ну, хотя бы 10% за убийство. Плюс у меня стоят вот-вот такие перчатки, посмотрите, урон от выстрела в голову, урон от крита, но дают восстановление брони. Пассивное восстановление брони плюс аккуратность позволяют мне все время держаться в форме. А вот пистолет, регул, я использую только тогда, когда противник подходит близко, и мне неудобно использовать восьмикратный прицел. Вот, допустим, противник подошел на 10 метров, смотрите, я взял регул и выстрелил в голову. Все. Сколько? 12 миллионов шестьсот одиннадцать тысяч. Ну, это вполне достаточно, чтобы на героизме там убить фиолетового мобика. В чем прелесть? Прелесть вот этой кабуры стрелка из Dodge City. Ну, давайте посмотрим. Она дает урон в голову, и вы накапливаете заряды. Вот видите, 0,3 секунды получаете заряд, всего можно накупить до 100 зарядов. И главное, что при первом выстреле, после переключения на пистолет, эффект обнуляется и дает 10% к урону за каждый накопленный заряд. При этом при попадании в любую часть тела, смотрите, наносится урон от выстрела в голову. То есть вы стреляете мобику в ноги, на самом деле это считается как урон в голову. Ну, это замечательная вещь, потому что мобик близко. Вы поняли? И когда вы выхватили этот пистолет вот на 10 метров, вы стреляете. Ну, тут он с одного, видите, 17700, 22, 13 миллионов. Вы видите, какой у нас идет урон. Ну, плюс работает здесь еще, конечно же, второй талант. Это идеальный охотник за головами, который бафает урон. И при этой сборке, а это самое главное, мы не будем все время бегать со щитом. Мы будем спокойно, нормально играть, убивая мобиков фамосом. Вот смотрите, давайте опять на статистику. Гляньте, 50, 117, но урон в голову 160. Дальность 25 метров. Далее, винтовка. Дальность 60 метров. Вот, 50 шанс крита, урон от крита 134, 195 урон в голову. И 185 урон от выстрела в голову мы получаем, используя наш регул. То есть, мы используем не одно оружие, а три оружия. И играем комфортно. Кроме того, в этой сборке, вы видите, у меня есть еще перчатка, которая восстанавливает эту броню. Ну, мы восстанавливаем броню с помощью аккуратности на фамосе, с помощью аккуратности на классической винтовке. Если у вас нету, допустим, по каким-то причинам вот такой кобуры, ну, она необязательна. Тогда вы можете просто заменить ее на третий якорь, получите урон от крита, и, в принципе, этого достаточно. А тут возьмете просто пистолет. Принцип остается, просто пистолет вы будете использовать не так часто. Поскольку урон в голову, вы поняли, перебафан вот при такой сборке, эта сборка является идеальной для глобального события. Тем, кто все уже понял, я весьма благодарен за внимание, ребята, спасибо, пока. А вот те, кто хочет посмотреть, как это работает, я могу сейчас продемонстрировать, ну, допустим, на точке четвертого уровня. Итак, мы на точке. Вот мы встречаем, видите, первые, первые у нас патруль. Вот так нейтрализуется патруль. То есть, видите, мы даже его не подпустили близко. Ну и, опять же, сложность, героизм. Ну, кто хочет, может ставить различные, собственно говоря, утяжеления. Вот, ставить различные директивы. Ну, вот именно вот такое сочетание позволяет нам спокойно играть в эту игру. Вот, мы вызываем наше подкрепление, потому что сами штурмуем эту героическую точку. Подкрепление на героической сложности идет крайне долго, крайне не спеша. А мы начинаем вот так отстрел. Ну, вот к нам идет, допустим, противник. Мы достаем угол и вот выстрел. Нету штурмовика золотого. Подкрепление пришло отлично. Подкрепление нас интересует всегда. Почему? Потому что оно отвлекает мобиков. Вот. Вообще, играть с такой сборкой крайне приятно и весело. Пока они там стреляют. Видите, я еще успеваю собирать ресурсы. Смотрим. Эти 14 миллионов урон. Ну, как для пистолета. Нормально. Бабах. Дополнительные вражеские цели. Дополнительные вражеские цели. Это уже кто-то подошел. Вот видите, медик тоже у него. Ну, и вот когда мы подходим близко. Вот так. Это щит. Да, это щит. Мы убиваем практически любого мобика с... одного выстрела. Ну, а щит этот позволяет нам это делать очень быстро и эффективно. В принципе, эта сборка сделана для чего? Для того, чтобы игроки не поняли, как стрелять в голову. Потому что очень многие тяжело бронированный противник недооценивают эти моменты. Вот. А это все-таки позволяет игрокам не так бояться рулить урон в голову. Так, кто-то идет сзади. Вот так эта точка спокойно, нормальный. То есть одним выстрелом убили толстяка, вторым выстрелом убили какого-то красненького. То есть это здорово помогает для игры и в одиночку и так далее. То есть вы можете спокойно играть. Стабильность, эргономичность нам помогает быстро справляться с отдачей и стрелять точно в голову. Разброс при этом минимальный. Агент при смерти. Эти даже меня тут немножко ранили. Состояние критическое. Так, надо спрятаться, подлечиться. Ну, я немножко увлекся, играл неаккуратно. Взрывы. Взрывы. Бабах. Так. Тяжело бронированный противник. Так, этот умер. где у нас противники. Они обычно выходят оттуда. Ну, давайте достанем сейчас с винтовочки. Тяжело бронированный противник. Видео идут со всех сторон. Прикрываю огнем! Вывожу цель! Все. Его нету. Кстати, вот этот щит позволяет полностью сохранять бутылки. Вот нас интересует этот противник. Видите, берем... Это еще доктор у нас. Вот так. Спокойно, нормально мы снимаем. Все. Точка захвачена. Вот такой геймплей. И, в принципе, мы используем и пистолет, и штурмовую винтовку, и обычную винтовку. Ну, по желанию можно использовать снайперку. Естественно, вы зарабатываете звезды, события, и улучшаете свои показатели. На этом еще раз показываю билд. Видите? Это у нас маска нокдаун. Она дает нам 20 урона от выстрела в голову и урон пистолету. Это у нас серийный убийца. 5% урона добавляет. Это кабура стрелка из Додж-Сити. Это дар. Ну, можно, если дара нет, использовать еще какой-то другой талант. Это у нас перчатки, которые восстанавливают нам броню. И это наколенники для городского боя, которые вместе, вместе с даром нам обеспечивают шанс крита и урон крита. Почему? Потому что здесь важно, чтобы соотношение было всегда 50-100. То есть, если здесь у меня урон от регула 719, то, естественно, вторая пуля от регула будет по теории носить полтора миллиона. Поскольку мы его держим в кабуре, то урон, который наносит, это 10-14 миллионов. То есть, практически два выстрела из регула нам обеспечивают смерть любого мобика, даже толстого. Вот так просто, весело, нормально играется в этой сборке. Надеюсь, вам понравилось. Всем большое спасибо за просмотр. Пока. А продолжение? А продолжение будет. Продолжение следует... Продолжение следует...